Ах, не обижаться? А на что ты обижаешься? Ах, не, неправильно к тебе относятся, а? Да помни, что у тебя есть воображение, как они должны относиться к тебе. Поэтому ты думаешь, что они должны относиться к себе так, как ты считаешь. Это можно научить, об этом говорить, что тебе не нравится, как к тебе относятся. С утра до вечера говорить о том, что они неправильно к тебе относятся, у тебя есть ожидание к ним, что они должны относиться вот так к тебе. И ты их учишь этому. Потому что это же твое желание, это не их желание. У них нет такого желания, как у тебя. И поэтому ты им должна рассказать про свои желания. Тогда эти желания, может быть, будут сбываться с твоими желаниями от них. И они будут себя вести так, как ты хочешь. Может быть. Но лучше не ожидать от них никаких желаний. Тогда у тебя не будет возможности обижаться на них. Ни на кого не обижаться. потому что ты в этом мире ни от чего не ждешь, чтобы ты хотела, чтобы было так, как ты хочешь. все, что получается, ты это принимаешь, но учишься жить по-моему. Любую ситуацию, которая с тобой происходит, это уже забота жизни о тебе. Потому что все, что случается с тобой, это все для тебя. не для них, ни для кого, ни для мира. Только для тебя. Это чтобы ты что-то увидела, узнала, познала. Как быть с собой. Как быть с собой может только один тебя научить человек, это ты сам. Сам себя может научить человека быть с собой. Но другие люди будут учить тебя точно так же, как и ты написала, чтобы они делали то, что ты хочешь, а не то, что они хотят. Поэтому тогда ты не будешь познавать себя, а будешь познавать через них себя. Так люди и делают. Познают через других людей себя. И многие люди в жизни слышат от других людей свой адрес. Разные вещи. очень разные вещи. И эти вещи они воспринимают, как будто бы они этими являются вещами. все, что о вас говорят люди, это неправда. Что бы о вас не говорили. Любят вас, ненавидят вас, вы красивые, вы уродливые, вы принцессы, короли, королевы, бомжи, убийцы. Все что угодно. Вы этим не являетесь. Но если вы начнете воспринимать их слова за реальность, что вы такими являетесь, вы будете становиться такими, как вам сказали, что вы этим являетесь. Потому что вы будете создавать именно такие ситуации, чтобы быть именно таким, каким вас имели в виду люди, которые про вас сказали. Но это будет искусственная ложь про себя. Потому что как бы мы не навязывали на чашку, что она конфета, она не может быть конфеты. Мы ее можем завернуть в бумагу из-под конфеты и подарить кому-то, что это конфета. Развернувши, мы увидим, что там чашка. Поэтому так мы оборачиваем себя в кого-то, придя к нам в нашу жизнь человек, разворачивает нас и смотрит, что там много фальши. Это как взять кассету про нас, которая снимала нас со всех сторон 24 часа на 7. И перед тем, как мы хотим познакомиться или пожениться или что-то еще сделать, мы даем кассету человеку, чтобы он про нас узнал правду. Потому что мы никогда правду не скажем. Мы еще те сволочи. Никогда не скажем правду. И никогда не скажем, что из-за чего мы любим человека. Никогда не скажем, из-за чего мы такие классные для него. Никогда не скажем, из-за чего мы его ненавидим. Мы не признаемся никогда. Чтобы признаваться во всем этом, надо убрать эго. Чтобы убрать эго, это равносильно убийству. А видеокассета, если бы была такая фельдная, да, мы ему даем. И он все про нас слушает, смотрит. Все. Но у нас бы не хватало на это времени, чтобы просмотреть всю жизнь, с кем ты познакомился. Потому что, чтобы посмотреть всю кассету про человека, надо же времени сколько, чтобы узнать его. Поэтому научитесь быть собой. Вначале с собой научитесь говорить правду. Потом вы научитесь говорить правду другим людям про себя. Вы не будете бояться говорить правду про себя. Вы не будете беспокоиться о том, что случится с вами, говоря правду другим людям. Если вы увидите, что правда про себя кому-то не нравится, вы сами самостоятельно начнете меняться. Потому что правда, которую вы говорите, не нравится людям. Значит, вы хотите быть другими. Но если вы не хотите быть другими, оставаться такими, какими вы есть. Фальшивыми. То вот в вашей жизни другого ничего не ждет вас в этом мире. Только фальш. Вокруг вас, если вы фальшивые, будет фальш собираться. Если вы не боитесь правды про себя, фальшивые люди с вами не будут разговаривать, общаться. Они будут попадать в вашу жизнь. Они вначале будут, но потом они начнут избегать вас, потому что вы говорите правду. Они сами будут уходить. Потому что в этом мире все построено на лжи, на неправде. Весь мир, все страны, все государства, все. Церкви, ютубы, фейсбуки, инстаграмы, тиктоки. Все на фальш. Все друг другу что-то доказывают, рекламируют себя. Чтобы больше подписчиков было. Все что угодно будут говорить, главное, чтобы подписчики были. А если взять этого человека и раскрыть про него всю правду? Сколько подписчиков у него останется, интересно? Сколько человек будет с ним общаться, интересно? Сколько человек будет? Слышите. А в начале все исчезнут, потом больше появятся. Но будут приходить только те, которые правду говорят, а те, которые правду говорят, их мало в этом мире. Поэтому, может быть, может, может, может. Почему-то Иисуса за правду на крест прибили. Почему-то Будду за правду отравили. Почему-то всех таких больших учителей убивали или отравили. Все, что угодно с ними делали. Главное, чтобы они не выжили, чтобы это эго продолжало врать. Почему-то ни в одном государстве не говорят правду. Но обязательно смотрите, сколько они собирают людей. Выгодно всем врать. Как построен мир на лжи. Есть, как солнечное затмение, да, мы иногда наблюдаем. И перед солнцем кто-то становится. Вот это ложь и видно, когда закрывает солнце. Вроде бы солнце остается собой, но перед ним кто-то стал на некоторое время. И что мы видим в этот момент? Какой свет мы видим, какую ясность, какое прозрение у нас происходит. Мы видим затмение. Мы видим вот это, которое вроде бы день, а вроде бы и ночь. Ложь какая-то. Мы привыкли к солнцу, которое ничего не закрывает никогда. А тут раз и закрывает, как будто бы глаза закрыли у нас. Наполовину, не полностью, наполовину. И мы не понимаем, что такое. Не так у вас происходит, когда затмение. Поэтому, когда люди просветленные приходят, к ним не приходят восемь миллиардов человек, если их на планете восемь миллиардов человек, а к ним приходят, ну не знаю, сколько процентов. Тысячи лет приходят просветленные. Тысячи лет мир не освободился от этого. Сейчас говорят очень много просветленных. А почему? Потому что, когда приходил Иисус, Будда, их там было миллионы, а сегодня мы видим миллиарды, восемь миллиардов человек. Поэтому на эти восемь миллиардов человек нужно сколько просветленных. Чтобы всех убить этих восемь миллиардов, надо хотя бы один миллиард просветленных. Чтобы научить людей быть свободными. Ну и это невозможно. Эго создаст за это время быстро 15 миллиардов. А еще многие говорят, что мы хотим быть просветленными, свободными. Но из этих всех, которые говорят, из 100 процентов, один процент хочет быть свободным. Свободным. Это только из ищущих. Это не из тех, восемь миллиардов, а ищущих. А ищущих это 0,5 процента от населения. Только один процент из тех, ищущих, хочет быть свободным. Кто из вас хочет быть свободным? Девять человек. Восемь. Так чего ты не свободный, так как ты хочешь быть свободным? Почему он не свободный? Почему ты до сих пор не освободилась? Потому что ты не хочешь на 100 процентов быть свободным. Ты боишься. Ты больше веришь эго, чем мне. Ты больше веришь эго, чем внутренней жизни своей. Ты боишься довериться жизни. Это тот самый отчет. Пойти на дно и научиться дышать в воде. Страшно? Страшно расстаться с тем, что мы имеем. Страшно потерять. Вы помните одно. Семь, восемь миллиардов человек освободятся. Ни один человек не убьется от суда несвободным. Ни один. Убийца это будет. Насиленный. Ищущий. Не ищущий. Здравомосящий. Нездравомосящий. Нездравомосящий. Проститутка. Повариха. Батюшка. Все. Но перечислять их не до смысла. Те, кто пришел, свободным сюда пришел, так же и уйдет свободным. Ни один человек не останется здесь свободным. Потому что вся эта игра, которая играется здесь, с которой мы играем. Рано или поздно придет разоблачение, что оно не настоящее.